Первым делом, конечно же, нужно полностью удалить этот инфицированный лист. Он весь мокнущий, он весь уже пожелтел. Скорее всего, что точку роста орхидейка потеряет. Центр я замазываю Максимом. У меня вот в такой бутылочке Максим. Ну ладно, палочку. Прямо сейчас, наверное, зальем, закапаем. Центр Максим. Вот так. Снимаем торфстакан. Кстати, она влажная. Проверяем, прощупываем каждый корешок. Если он пустой, удаляем. Сухая, ничего живого нет. Все это я зачищаю. Корни шуршат, пустые, безжизненные корешочки. Смотрите, здесь лист и под листом все желтое. Поэтому нам придется удалить два вот этих вот листа и все-все-все зачистить и посмотреть, нет ли там черноты. Уже вижу, что там есть черное. В таких случаях листики нужно удалять всегда и не оставлять на авось. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня зовут Ирина и вы на моем канале. В предыдущем видео я вам показала, как я зачистила вот это вот растение, эту бедолагу, орхидейку. Я не знаю, какого она будет цвета. Я ее зачистила, обработала центр, где был ужасно желтый, мокнущий лист. Центр я обработала максимом. Корни и вот часть шеи я замочила в препарате Привикур, который, да, он идет и как противогнильный препарат, и плюс еще стимулирующий препарат. Вот сейчас она в таком зачищенном виде, и я хочу ее посадить. С голой корневой системой оставлять ее не хочу, потому что, ну, в моих условиях я знаю, что корни высохнут, поэтому мне нужно ее посадить. Для этого я взяла вот такой вот стаканчик, обычный одноразовый стаканчик, как раз, чтобы ее корни поместились в этот стакан. На дно я насыпала гальку. Галька для чего нам нужна? Для того, чтобы орхидея не переворачивалась. Все-таки у нее есть два листа, два листа тяжелые, поэтому на дно лучше насыпать гальку. И когда реанимируем или вообще сажаем такие вот одноразовые стаканчики, лучше на дно ложить что-нибудь тяжелое, чтобы орхидейка потом не переворачивалась. Посадка на самом деле она будет очень легкая. Сажать я буду вот такую вот смесь. Здесь кора, серамис и керамзит. Все в перемешечку. Керамзит будет давать больше воздуха, больше воздушности. Кора будет впитывать в себя влагу. Ну, так же, как и серамис, будет удерживать влагу и отдавать, естественно, корневой системе орхидеи. Но я хочу, конечно же, положить живой мох. Живой мох, как натуральный антисептик, как натуральный антибиотик, будет лечить корни орхидеи. К тому же, да, у них явные проблемы у корней этой орхидейки. Прямо на живой мох я хочу поставить ее корневой системой. Этот стаканчик, он как раз для ее корневой. Больше смысла брать нет. И засыпаю корой, уже заготовленной смесью. Кстати, такая смесь очень хорошая и для здоровых растений. Очень хорошо орхидеи растут в коре с серамисом и с добавлением керамзита. Вот такая сегодня у нас получилась очень быстрая, легкая пересадка. Ну, потому что все основные манипуляции с этой орхидейкой я уже сделала. И осталось ее только посадить. Максим, как я надеюсь, подсушит центр и обеззаразит, чтобы дальше не распространялась инфекция. Но если вдруг инфекция будет продолжать распространяться, то, скорее всего, орхидейка погибнет. Но в любом случае я вам покажу. Любой исход событий я вам покажу. Этим и интересно смотреть видео на моем канале. Потому что любой исход я показываю. Получилось, показываю. Не получилось, я тоже показываю. Чтобы вы уже знали, чтобы вы ориентировались, какое растение легко спасти. Даже если у нее маленькая корневая система. А с каким растением, да, очень будет сложно. И, скорее всего, например, растение погибнет. Сейчас я вставлю держатель для цветоноса, чтобы ее как раз зафиксировать вот в таком вот положении. Это ее родной держатель. Аккуратненько вставляю и фиксирую проволочкой. Вот и все. Сейчас я оставляю ее в покое, потому что я ее замачивала. Значит, она уже у нас пить не хочет. И на несколько дней на, можно сказать, такой просушке без внимания она у меня будет стоять. Через несколько дней уже будет видно, есть у нас какие-то результаты или нет. Естественно, будет видно, распространяется ли инфекция в центре орхидеи. И по корешочкам тоже будет видно. Если корни будут живые, да, они останутся зеленые, красивые. Тогда орхидея будет жить. Если нет, естественно, ну ничего не поделаешь. Орхидейка отправится в мусорку. Побороться я, естественно, поборюсь за жизнь этой орхидеи. Ну, а тут уже, знаете, дело, наверное, свыше. Если судьба ей выжить, она выживет. Если нет, то нет. Ну, вот как-то так, мои дорогие. Вы, конечно же, можете в комментариях писать, как вы думаете, выживет она. Или все-таки, да, очень поздно она попала ко мне в руки. Но в любом случае, я, честно, очень надеюсь на успех, на то, что она вырастет. Я очень надеюсь на то, что точка роста не пропала. И Максим вылечит, да, вот центр этой орхидеи. И что у нас пойдет расти новый, красивый, здоровенький листочек. Ну, и, конечно же, корешки. Ну, а теперь все, поставлю ее. Пусть она отдыхает после моих усиленных манипуляций. Всем любви, мои дорогие. Всем счастья, здоровья, и чтобы ваши орхидеи не болели. И если вдруг вы приобрели уценочку, чтобы она была в более достойном состоянии, нежели вот эта вот красота. Теперь такая, знаете, бедная, замученная, вымученная. И муж мне с этой орхидейкой, да, хлопот добавил. Ну, вот выбрал, стало ему жалко, выбрал такую орхидейку на реанимацию, на восстановление. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока.